Елена Княжина Проклятие зеленоглазое или тьма её побери Пролог Девчонка без имени была так истощена тёмной хворью, что он вполне мог поднять её одной ладонью, удержать на трёх пальцах, покачивая в воздухе, как тряпичную куклу. Вместо этого Дан подсунул обе руки под невесомое тело и аккуратно сгрёб с середины кровати на её половину. Они так договорились с самого начала, и не стоило менять правила в последний день. Это бы вынесло в устаканившуюся жизнь лишний хаос. Небольшую и уютную комнату заливал серый свет, просачиваясь сквозь идиотские занавески с рюшами и очерчивая фигурку на бело-розовых простынях. За окнами уже собирался рассвет, но не спешил, позволяя Дану ещё задержаться. Мак убрал её тонкие бледные руки со своей подушки и уложил по обе стороны от чернявой головы. Провёл большим пальцем по почти белым губам. Завтра они будут розовыми, а на щеках разыграется румянец. Глаза снова заблестят раздражающей зеленью. Девчонка шла на поправку. Сейчас из этого дерзкого рта не вырывалось оскорбление, и смотреть на него было приятно. А признаваться себе в этом нет. Дану лёгся на свою сторону. Машинально набросил покрывало, шумно выдохнул в потолок. Докатился. Лежит и прислушивается к лёгкому, еле слышному дыханию. Зараза. Вархова зараза. Стоило бросить её в том парке и не портить себе жизнь. Он сел резко, сбросил с себя покрывало с дурацкими рюшами. Эта девчачья комната доконала его ещё в первые сутки. Что может быть нелепее, чем столичный мастер проклятий, любимчик тьмы и ужас врагов короны, развалившийся на бело-розовом зефире с кружевными оборками. Так и остатков пугающей репутации лишиться можно. А его вполне устраивало, что простаки при его появлении делают шаг назад и опускают в пол глаза. Тьма её побери. Пора уходить. Прямо сейчас. Всё ведь так просто. Встать, собрать с пола вещи, привести себя в порядок и выйти из варховой спальни. Спуститься вниз, предельно вежливо пообщаться с издёргавшимся папашей, принять благодарность и оплату. И никаких ошибок. Больше они с ней никогда не увидятся. Так будет лучше для обоих. Редхейвен сполз на край кровати, свесил ноги, поднял с пола порванную рубашку. С силой потёр лицо, размял шею, почесал недельную щетину, нащупал свет от укуса. Ничего, он за него отомстил. Скосил голову на бок и очертил глазами две изящные ступни, торчавшие из-под подола длинной сорочки. Задумчиво пересчитал смешные маленькие пальцы. Приподнял ткань, провёл указательным по хрупкой щиколотке, отмеченной паутиной серых вен. Прорисовал каждую, запоминая витиеватый узор. К утру они исчезнут совсем. Он этого уже не застанет. Девчонка дёрнула ножкой щекотно. Дан хмыкнул, развернулся, просунул руку под её затылок и приподнял голову над подушкой. Притянул к себе безвольное тело. Тряпичная куколка, выбившаяся из сил, измотанная борьбой. Это сейчас зараза прикидывалась покорной, потому и лезли в голову идиотские мысли об оплате. А ты подойди к зеркалу да пересчитай все царапины, оставленные варховыми когтями. Ткнулся носом в ложбинку на длинной шее. Вдохнул. Вздрогнул, мгновенно захмелев. Отбросил девчонку обратно на подушке и резко поднялся с постели. Проклятье. Чем выше поднималось солнце на Донжарской провинции, тем явственнее Редхейвен понимал, что не может уйти отсюда с пустыми руками. Хозяин дома сказал, что за спасение зеленоглаза из-за разы Дан может взять все, что захочет. Вообще все. И потому внизу его дожидался бесценный древний артефакт. Оплата недельных трудов. В окно стучалась ветка с резными красными листьями, отбивая секунды. Хрясь, хрясь. Он серьезно собирается это сделать? Знает ведь, что пожалеет. Глава первая. За неделю до событий пролога. «Подожди меня тут, ладно?» — крикнула Вейну, толкая стеклянную дверь к нижней лавке. «Каких-то пять минут, и я вся твоя». В нос ударил привычный запах старых страниц, пыли и духов Сиры Фервой. Домашний и уютный. Я даже зажмурилась с этой кафой, насколько приятный. «Знаю я эти ваши пять минут, мисс Ламберт», — проворчал Диккенс, картин на хмуре брови под светлой, выгоревшей за лето челкой. «И эти ваши, вся твоя тоже». Он и дальше что-то раздосадованно бубнил, но я успела скрыться за дверью. «Сам виноват, что повел меня на прогулку мимо лавки Фервой. Раз уж так хорошо все знает, мог бы выучить мою зависимость от ветких научных трудов, беспощадную и совершенно неконтролируемую. Ладно, мне же только одним глазком глянуть». Дойду до витрины, пальчиком приподниму защитные чары, вдохну поглубже аромат вожделенных страничек и пообещаю им вернуться завтра. Мне просто надо убедиться, что он и правда тут. Ровно там же, где и я. И мы, наконец, встретимся. Трактат Мелезингера. Тот самый, который ну никак не мог оказаться в нашем вархом забытом аквилуке. И тем не менее, тадам! Он это сделал. Оказался, то есть. Ждал меня своими шуршащими старостью страничками. А я, как назло, еще неделю назад пообещала Диккенсу погулять. Вот что за невезение. Позвольте. Попыталась протолкнуться через неприлично высокого джентльмена, но эта скала встала в узком проходе намертво. Сир. Он молчал и больше напоминал статую, чем кого-то из плоти и крови. «Понадобится кран на магической тяге, чтобы эвакуировать окаменелого посетителя, не подающего признака в жизни, или небольшой направленный взрыв темного топлива. Да варх с ними с признаками. Слух-то у него есть». Прямая спина не шевельнулась, и я даже решила, куда его направить. Взрыв этот. Вот прямо под наглый. «Ау, вы весь проход заняли, сир!» Попыталась держать себя в рамках. Может, он и впрямь глуховат. «Купите книжку и идите читать домой!» Оглядев широкие плечи посетителя, замутанная в походный темно-синий плащ, пришла к удручающему выводу. «Мы, теоретики магии, очень это дело любим, к разного рода выводам приходить. Хлебом не корми, дай всех вокруг осчастливить результатами умственного труда». Так вот. Мой свеженький, с пылу с жару сделанный вывод, гласил. «Даже если мужик повернется боком и прижмется поясницей к стеллажу, я вряд ли смогу протиснуться, ни разу к нему не притронувшись. Видит варх, задену или одной своей частью, или другой, смотря какой стороной просачиваться. А это уже чревато. «Сир, это общий коридор. Вы не могли бы выйти и позволить мне войти?» Касаться незнакомых магов подобного уровня силы считалось не только дурным тоном, но и весьма опасным мероприятием. Никогда не знаешь, чем это для тебя окончится. Отец говорит, в столице многие болезненно реагирует на прикосновения. Прямо в бешенство приходит от случайного столкновения. Вдруг этот маг именно из таких психованных. Так что я, будучи девушкой разумной и осторожной, поначалу просто скромно покашливала. Хотя теперь уже заходилась в таком истошном хрипе, будто в горле застряла как минимум кхаррова копыта. Как максимум, весь кхар целиком. На моё по-великански раскатистая даже палетка кафа госпожи Фервей вылезла из-под лавки. И неодобрительно так мяукнула, дёрнув несоразмерно длинным и пушистым хвостом. А как ещё сдвинуть эту зачитавшуюся глыбу? По-хорошему, мужик не понимал. «Эй, мистер!» рявкнула в сердцах, так что люстра над головой звякнула стекляшками. Он развернулся. Проклятье. Нет, в целом мужчина выглядел как коренной анжарец. Он подходил под это звание даже больше, чем я. Широкие чёрные брови, слегка загорелая кожа, трёхдневная щетина. Наши мужчины плохо сочетались с бритвенными принадлежностями. И всё же я точно поняла, что это чужак. Виной тому были ярко-жёлтые глаза, сверкавшие, словно сахарный леденец, на солнце. Полный мрак. «Эй, мистер!» «Не слишком вежливо вы не находите», произнёс бархатно с невразимым и отчего-то невыносимым достоинством. «Я и не рассчитывала уже, что окаменелого незнакомца можно чем-то задеть. А нет, смотрите-ка, пробрала. Столичный эфир у нас оказывается жутко высокомерный и самодовольный. Не какой-то там мистер. Я нахожу, что вы загородили проход к артефакторному разделу. «Отодвиньтесь, а лучше выйдите совсем». Пялилась на его золотые глаза я совсем неприлично. Нехорошо так нагло людей разглядывать. Но разве такие вообще бывают? Светившиеся, как два джантарика в солнечных лучах. Странные глаза вполне могли показаться красивыми, будь хоть немного добрее. Но нет. Вся неприглядная суть выпирала из них на показ. «Я предпочту остаться там же, где сейчас». С издевательскими, хриплыми нотками в голосе заявил незнакомец. Лицо его приобрело скучающее выражение. Оглядев меня с ног до макушки, он не нашёл ровным счётом ничего для себя интересного. «Варк всемогущий, изгони это самодовольное нечто из моего коридора». Я застряла взглядом в коротких тёмных волосах, блестящих, как шерсть чёрной верры. Те были вполне пристойно уложены. Не идеально, но тип явно привык о себе заботиться. И только грязь, заляпавшая подул походного плаща, выдавала в нём человека, вырванного из зоны привычного комфорта. Интересный мужчина, хоть и жутковатый. Местами даже привлекательный. С красиво очерченными загорелыми скулами и поистине анжарской растительностью, сползающей со щёк на подбородок. «Пожалуй, это ищетение даже больше, чем три дня. Я не специалист в этом вопросе, отец всегда бреется начисто. Как любой теоретик магии, я умела признавать, что ошиблась в расчётах. Будет неуместно уточнить, сколько дней он не брился». «Идите, идите! Нечего такой удивлённый вид строить, как будто табличка не для вас написана». Неодобрительно сопя, я откнула пальцем в деревянную дощечку с правилами посещения лавки. «Будьте взаимно вежливы и не блокируйте проход к дальним стеллажам». Мстительно сощурилась. «Ну, что он на это скажет?» Чёрные брови медленно поплыли к переносице, рисуя на лице крайнюю степень раздражения и ещё недоумения. Чужак был искренне удивлён, что кто-то в аквилукской книжной ловчонке осмелился с ним заговорить. Глаза Джан Тарики опасно сверкнули, осыпав искрами заросшие загорелые щёки. Мужик резко выдохнул, поджал губы и не шелохнулся. Пошла вон. Сухо бросил он и снова уставился в книгу. «Вот ведь квахар, недощипанный!» «В столице все такие хамы?» «И зачем, спрашиваю, знаю ведь, что практически все. Высокомерные снобы, легко играющие чужими жизнями, и временами, не дорожащие даже своей?» «По большей части, да», согласился с моими мыслями коренной хитанец. «Давайте так, девица из аквилука. Я пришёл сюда первым, и мне нравится тут стоять. Прикипел, верите ли, именно к этому коридору. Так что или вы, если вдруг владеете левитацией, перепорхнёте через меня, или вернётесь через пару часов. А пока насладитесь свежим воздухом по ту сторону стеклянной двери». Он снова уткнулся глазами в книгу, и моя рука чуть не перепорхнула ему в нос. В голову полезли преступные мысли об удушении и последующем ощипывании всяких надменных квахаров. Глаза принялись суматошно ощупывать полки на предмет самого увесистого томика. Хотя вряд ли я смогу подпрыгнуть так, чтобы сверху обрушить на мужика всю мощь древних заклинаний. «Варх!» «Ну, пожалуйста!» «Чего тебе стоит шандарахнуть этого типа молнией? Или чем ты там умеешь?» «Мне очень нужно пройти к витрине за его спиной. Жизненно необходимо». Сила от него разила, как от грузчика потом в жаркий полдень. «Маг высшего эшелона. Это уж как гхару пить дать». «Такие самоуверенные, наглые, высокомерные только в столице водятся». «Совсем другая весовая категория». «Но». «Всегда ведь есть «но».» «Но я была на своей территории, а этот тип?» «Топтался в моем любимом углу, загораживал мою любимую полку. И что особенно раздражало, сжимал в своих невоспитанных лапах одну из маминых любимых книг». «Надо предупредить госпожу Ферве, чтобы не вздумала продавать лисхаргинскую эволюцию проклятия желтоглазому упырю». «Вы еще здесь?» Он оторвался от страницы, удивленно поднял широкую темную бровь. «Вот такая я непослушная, представьте себе. Мистер Варх знает кто». «И никуда не уйду», — пропыхтела с досадой и привалилась плечом к стеллажу, готовая к долгой битве. «Вейну придется подождать. Но он терпеливый парень и уже привык, что со мной всего ждать приходится. Даже обещанного поцелуя в темном академическом коридоре за статуей Эмир Сиятельный. Не виновата же я, что нам все время что-то мешает. То я приболела, то вот как сейчас бал Варховых даров перенесли. И всех по домам отправили, пока по академии шастуют неприрученные проклятия. А нынче на полочке стоял он, трактат Мелезингера. Самое светлое пятно этого дня, если я, конечно, сумею к нему пробраться сквозь пропитанное мраком самодовольное тело. Сами идите». «И наслаждайтесь воздухом с той стороны», — просопела сосредоточенно морща лоб. «Не боитесь дерзить незнакомцу девицы из аквелука», — наклонился и протянулся магической, завораживающей какой-то хрипотцой, демон. «Мало ли, кто он и на что способен». Голова опять начала раскалываться в сотый раз за последние шесть часов. Этот непростой день еще предстояло как-то дожить. «Ох, я явно переоценила свои силы. Опять не рассчитала, да. А еще теоретик. Я никогда не страдала магренью, а тут просто напасть какая-то. Из самого утра. Только мы с ребятами расселись по маквоежурам, как в голову стал монотонно стукать гигантский молот. Бам-бам!» — разносилась с завидным постоянством по черепной коробке. Обреченно потерла висок. «Когда же это кончится?» Глаза поймали в фокус черное пятнышко на запястье. Неприятное какое-то, грязное. И вроде чернила в руках я сегодня не держала. Я облизнула палец и попыталась стереть кляксу. Сейчас этот столичный сноб увидит, что я вся заляпалась. И вовсе перестанет воспринимать всерьез. Мужик с любопытством следил за перемещением моего пальца изо рта к запястью и снова в рот. Даже губы свои облизнул, задержавшись взглядом на моих. И я запоздала догадалась, как это кошмарно выглядит. Проклятье. «Милая, ты уже видела свой вожделенный трактат Мелезингера? Вчера прислали». Из-за прилавка высунулась всклокоченная рыжая голова с сирой фервой. «Я его только что выставила в наше застеколье в разделе прикладной артефакторики, подальше от грязных рук. Давай-ка я сниму защиту, и ты сможешь его полистать». Издевательски искривившиеся губы непрошибаемого хитанца намекали, что нет, не смогу. Ни полистать, ни даже одним глазком глянуть. Тьмы на него нет. «Завтра полистаю». Прошептала больше себе и каменные глыбь, забаррикадировавший проход, чем хозяйки. Да как харом под копыты этого мага. Меня Диккенс ждёт, мой идеальный, среднестатистический, математически выверенный друг, рассчитывающий на что-то большее. Вот сколько можно его кормить обещаниями? Совести у тебя нет, Эф Ламберт. Фитч — мой мезаур, который год об этом намекает, пакость ушастая. Давно стоило к нему прислушаться. Я развернулась на каблуках и припустила к выходу. Вырвалась из вдруг ставшей душной лавки и вляпалась с носом своего заждавшегося среднестатистического принца. «Всё, я готова». Выдохнула покладисто, улыбаясь добрым, медово-карим глазам. «Гуляйте меня полностью, мистер Диккенс». «Знаю я эти твои полностью, Эф». Насмешливо фыркнул Вейн, который давно уяснил, что прогулка — это именно прогулка. И ничего этакого. Глава вторая Ноги сами потянули нас в парк, наблюдать за стаями перелётных сине-белых акалий и лакомиться за сахаренными сердцевинами анжарских орехов. Пока Вейн хрустел в моё ухо, я хмурила лоб и прикидывала, сколько у меня осталось дней на изучение трактата. На внеплановые каникулы отвели всего неделю, так что завтра мне обязательно надо вернуться в лавку с блокнотом и сканирующим артефактом. Всё лето я уламывала Сиру Ферва и выкупить рассыпающуюся на магическую пыль фолиант. Лично нашла его на благотворительном аукционе в Лептоуне. Ясен кхар, такую редкость она перепродаст в разы дороже какому-нибудь столичному снобу. Вроде упыря желтоглазого, ага. Уверена, гад спит и видит, как увести из-под носа моё сокровище. Но до этого я успею хоть что-то законспектировать. Моя работа над плетением медленного нагрева встала намертво. И забытые знания господина Мелезингера были бы очень-очень кстати. «Ты опять в облаках, витая шеф». Хрустнул на ухо Диккенс. «Напротив, я очень твёрдо стою на земле», притопнула по траве с усмешкой. В голову тут же прилетел очередной бум. Поморщилась, потёрла виски. «Да что же это такое?» «До сих пор болит». Парень заботливо потрепал меня по волосам и приобнял за плечи, защищая плащом от промозглого осеннего ветра. Перед глазами плыли очертания деревьев и прохожих, кутающихся в походной эмантии. Погода портилась, люди куда-то спешили, размазываясь расфокусированными пятнами передо мной. Я и Вейн это могла опознать лишь потому, что он в моё ухо пыхтел и об щёк утерся. В глаза словно песка насыпали, чёрного и едкого, взрывающегося яркими золотыми искрами при каждом приступе. Прямо скажем, сегодня был не лучший день для нашего долгожданного свидания с серым Мелезингером. Но я не в том положении, чтобы носом вертеть. Странные происшествия в Академии начались как нельзя кстати. Нет, проклятые двери — это, конечно, плохо, ужасно, но всё-таки немного хорошо. Потому что рано или поздно мастер, вызванный ректором из столицы, всё там тщательно золотает и подотрёт. А я тем временем хоть одним глазком погляжу на трактат. А если повезёт, то и двумя. Чем варх не шутит. «Э, Эф!» «Всю дорогу трещит, того и гляди, совсем расколется», проворчала с обидой. «Нет, этого нам не нужно. Тогда твой мозг вывалится. Э, да вот прямо сюда и вывалится. И кто станет новым научным светилом?» Захохотал парень, глядя на поросший сочный травой холмик. Я поморщилась. Слишком громко. «Прости, прости, крикетка. Ну что, домой?» «Ещё погуляем», помотала больной головушкой. Машинально потёрла запястье. «Да что за грязь-то такая въедливая?» Бестолку. Пятно как будто только сильнее расплылось от моих стараний. Покосилась на Вейна, выжидательно покусала губу. «Ну нет. Сама я точно заводить эту тему не стану». Он не торопился приглашать меня на бал варховых даров. Выдерживал драматическую паузу. Но я-то знала, что это неизбежно случится сегодня. Мы уже третий год туда вместе ходим. Такая традиция. Это ведь неплохо, когда в твоей жизни всё предопределено, и ты знаешь, что будет завтра. Сам Диккенс был математически выверенным, будто созданным искусственно. Весь какой-то немножко средний. Средней привлекательности, среднего роста, средней болтливости. Пожалуй, если бы меня попросили описать своего друга, я бы запнулась и надолго застряла с этим вопросом. Так волосы светлые, длинные, глаза медовые. Уши, рот, нос и шея присутствуют. Если бы мы не виделись каждый день на занятиях, через месяц я могла бы его и не признать. Но мне было бы приятно с ним заново познакомиться. Кроме Ровейна Диккенса, с которым нас связывали условно-средние отношения, то ли дружеские, то ли любовные, у меня ещё была учёба на факультете теоретической магии. И скромненькая такая, более чем осуществимая мечта. Заниматься в будущем бытовыми плетениями. Набор называется «Жизнь без потрясений». Пользуется, между прочим, большой популярностью у анжарцев. Никто меня к скучной, предсказуемой жизни не принуждал. Просто мать со своими безумными, смелыми экспериментами уже довела отца до седых волос раньше положенного срока. Если я пойду по её стопам, папа через год вообще облысеет. А кто виноват будет? Конечно, Эйви. Дед при жизни говорил, что маму сгубила нетерпеливость. Суетливая она была. А вместо того, чтобы хорошенько разобраться в теории, сразу всё бежал и проверять на практике. Мне очень крепко въелись в память эти слова. Правда, с дедом я была несогласна. И в маминой смерти винило кое-кого другого. Хоть я старательно кивала старику, чтобы не расстраивать. Как бы там ни было, со мной семейству повезло. С утра пораньше я закапывалась в научные труды моих предшественников, исчёркивала блокнот нелепыми, но без сомнений гениальными идеями, снимала маккопии с редчайших забытых фолиантов, но желание поэкспериментировать и проверить теории в лаборатории так во мне ни разу и не возникло. Нет, трусихой я не была, просто назовём это ответственностью. Вот случится со мной что? И кто останется с отцом? То-то же. Жуткие молоточки, бьющие в виски так остро, что голова будто в прямом смысле раскалывалась на запчасти? К вечеру грозились меня доконать. Весь день в вере под хвост пошёл, начиная с посадки в Маквей-Журову академии. Утро выдалось нервным, студенты впихивались в транспорт всей толпой, не глядя забрасывая сумки на крыши воежоров. Доктор Граймс строго грозил ампутации мозгов всем, кто рискнёт подойти к кабинетам и вляпаться в проклятие. Дёрганный ректор разве что волосы на себе не рвал. Красивые, между прочим, и старательные, и матращиваемые. Тут я его понимала. Почерневшие от тёмной магии двери выглядели жутко, словно за ними гостей встречала сама бездна. Словом, слишком много для одной меня, болезненно, жаждущей спокойной размеренной жизни без потрясений. А сегодня ещё очередной день памяти и глаза с ночи на мокром месте. Ты придёшь вечером? Вспомнила, что хотела пригласить Диккенса к нам. Ну вот что мы будем сидеть втроём, как голодные виры на болоте? Экономки лишний рот только в радость, мы с папой в такие дни всё равно не едим. А это уместно, Эв, твой отец. Шесть лет собирал толпу незнакомцев на официальной службе и слушал лживые речи про маму. Скривилась, припомнив холёные столичные лица, закрытые добродушными масками. Мерзавцы. В кои-то веки соберёмся узким кругом без этих. Приходи. В горле растеклась горечь. То ли от магрени, то ли от воспоминаний. Я притормозила Вейна жестом и свернула на дорожку, убегающую влево к фруктовым палаткам. Мне срочно нужно было перебить отвратительный горько-сладкий привкус во рту. Схватив с прилавка простачки Марисы первое попавшееся яблоко, я сунула ей Йорген и принялась торопливо обтирать красный плод под улом юбки. Горечь становилась невыносимой и уже разъедала язык. «Тебе надо чаще есть фрукты, Эйви. Ты бледная, как сама смерть», выдала сомнительное сравнение Мариса. Я поблагодарила за заботу, резко развернулась и размазалась носом по твёрдой, недовольно дышащей поверхности. Приятно, кстати, пахнущей. Не воином и не по-местному. У нас в Анжарской провинции простые работяги больше по части ядрёного пота, а студенты в академии иной раз так зальют себя парфюмом, что дурно делается. Я вообще не очень люблю посторонние запахи и никогда не пользуюсь духами. К вечеру сама себя начинаю раздражать. Но конкретно этот аромат пожалуй, я могла бы и полюбить. Было в нём что-то знакомое и родное. Даже горечь во рту на миг перестала чувствоваться. А это уже ого-го, какой плюс. Опять вы. Прозвучало хриплое над моей макушкой. Ой, какое недовольное. И тоже знакомое. Величайшая несправедливость, что так приятно пахнет этот вот, этот вот. Проклятье. Убрав с его походного плаща свой блаженно принюхивающийся нос, я отпрянула к прилавку с фруктами. Несколько альтоцитронов упало в траву, но Мариса и ухом не повела. Ошалело пялилась на хитанца, заранее ожидая неприятностей. У простых людей на это дело особый нюх. Но мак к радости торговки и к моему неудовольствию вонзался своими пылающими жёлтыми топазами не в неё, а в меня. Обвинял. То ли в том, что опять ему на пути встретилась, то ли напротив в том, что из лавки сбежала, не дав ему насладиться сладостью триумфа. Варха разберёт этих столичных снобов, что им на сей раз пришлось не по вкусу. Я уже ухожу. На всякий случай заявила мужику и сдвинулась вбок. Нет, у меня был, конечно, соблазн встать намертво, раскинув руки и не подпустить его к прилавку. Но я вовремя напомнила себе, что эта месть будет выглядеть глупо и по-детски. Магрень усиливается, нервы мне дороги, а горечь во рту сама себя не прогонит. Уходите, согласно кивнул хитанец, видаясь глазами в моё яблоко. Но без этого. Я так засмотрелась на его небритые щёки и неприлично ровный загар, что не сразу уловила смысл слов. Заворожённо поднесла фрукт к губам, невольно перемещая взгляд мага с яблока на свой рот. Он послушно пристыл глазами к моему лицу. Шумно вдохнул, поморщился, словно от меня пахло куда хуже, чем от его драгоценной столичной персоны. Но я точно принимала душ после изматывающей поездки в Айжоре. Если и пахло чем-то, просто собой. Маг очертил глазами мои губы, припавшие к яблоку. Проморгался, зажмурился и резко схватил за запястье. Сжал неприятно, стягивая кожу и дёрнул меня к себе. Ай! Стоять! Грозно зашипел на мою попытку вырваться. Тьма. Наверное, он всё же из тех психованных, которые от прикосновений звереют. А я в него целым носом вмазалась со всем к нему прилегающим. Больно! вскрикнула, расширив глаза, впитывая ими образ темноволосого хитанца. Нет, странный он всё-таки. Красивый, но жуткий. И эти глазищи... Бросьте! Рявкнул требовательно и потряс мою несчастную руку, всё ещё сжимающую красное яблоко. Да чем мы с фруктом ему не угодили? Пустите! Просипел и выкручиваю руку. Рисковало без кожи остаться, так крепко держал. Эдак у меня на обоих запястьях отметины будут. На одном клякса чернильная, на другом вархова пятерня в багровых тонах. Опять отец будет глаза закатывать и ворчать, что из меня такая же женственная благовоспитанная особа, как из него её величества. Но поскольку я понятия не имею, как выглядит это величество, то не могу так сразу оценить, насколько папе туда далеко. Отдайте яблоко девице из-за квелука. Незнакомец отпустил наконец моё измученное запястье и сунул подно свою раскрытую пятерню. Ну вообще! Нет, мало того, что он третий или какой там по счёту раз указывает мне на моё место. Мало того, что лишил меня радости подержать в руках трактат Мелезингера, а до завтра книжку и продать могут. «Так ещё и яблоко моё забрать хочет. Совсем они там в своей столице Акхарель. Я за него, между прочим, Йорген заплатила и сдачи не дождалась. Дорогой вышел фрукт, и он мне нужен. Купите себе собственное и наслаждайтесь. По любую сторону, но подальше от меня, мистер». Поморщила нос, отказываясь впускать в себя чудовищно приятный запах. Не хватало ещё потом повсюду таскать с собой этого мужчину. Демонстративно откусила от сочного красного бока. Чавкнула смачно, разжевала, не отрывая глаз от пылающих огнём джонтариков. Полный мрак ей варху. Горечь во рту не пропала, а напротив усилилась. Но я не успела свыкнуться с новым ощущением, потому как на горле сжалась каменная ладонь. Так сильно, что глаза из орбит выкатились. «Варх, меня прибери! Он точно психованный!» Я захрипела, подавилась, закашлялась. Мак грубо развернул меня к себе спиной и от души шлёпнул между лопаток. Недожёванный кусок выскочил на траву и только после этого хитанец изволил отпустить мой локоть. «Вы ненормальный!» просипела, оборачиваясь и потирая горло, на котором, уверенно, тоже теперь отпечаток руки виднелся. «Не знал, что у анжарцев тёмная материя входит в рацион», равнодушно бросил невоспитанный тип и отвернулся к Марисе. Снова потерял ко мне интерес. Словно не он меня тут тряс и по спине поколачивал на виду у прохожих. Самодовольный квахар. Такого наша экономка даже в суп не возьмёт, чтобы еду жёлчью не испортить. «Сер, что-то не так?» Причувствую неладное промямлила торговка. На фруктах остаточные следы разрыва. Почти все запятнаны мраком. Лицо его сделалось жёстким, требовательным. Как вы планируете это объяснять, м? Он достал из кармана чёрно-золотую карточку и быстро помахал перед её носом. Не представляю, как Мариса успела что-то на ней прочитать, но остатки краски резко пропали с её лица. «Мраком?» «Да как вы это видите?» Сплеснула руками простачка. «Я проницательный». Простёкся в жуткой ухмылке хитанец, и даже мне стало не по себе. Я покосилась на фрукт, всё ещё зажатый в пальцах. Я ошеломлённо выронила его на траву. «Плохое, плохое яблочко! Если этот квахар неощипанный не шутил, простройство живота и макрезерва меньшее, что мне грозило». Но прилива благодарности не случилось. Горло ещё ссаднило, лопатки горели после спасительного шлепка. Не мог он повежливее как-то донести информацию? «Поставщик сказал, что чистые они». Мариса виновата повела плечом. «Разрыв дальше был у другого склада. Мы давно работаем, с чего бы не доверять. Да и как проверить?» «Понятно. И других травите, и сами травитесь». Нахмурился хитанец, спроводя ладонью над прилавком. Пальцы его окутывала едва заметная фиолетовая дымка, потрескивающая слабыми разрядами. Внезапные макрени, тёмные пятна в глазах, обмороки. «Голова болит третьи сутки», покорно призналась торговка. «Тут всё загрязнено», выдал вердикт обладатель чёрно-золотой визитки. «Уничтожьте, лучше сожгите». «Всё?» Женщина задохнулась ужасом, вышла из-за прилавка и загородила его собой. «Но, сир, я не могу позволить себе сжечь весь товар». «Отравить прохожих, видимо, можете». С издёвкой протянул мак, обходя неказистую фруктовую палатку. «Разве вы не можете их как-то очистить, сир?» У неё тряслись пальцы. У простаков было не так много возможностей зарабатывать в Эрине. Я хоть сама чуть не отравилась, всё равно сочувствовала Марисе. Вряд ли она имела свободные средства на новый товар?» «Я», — поперхнулся мак и демонстративно поправил отворот плаща. «Только сейчас заметила на нём знакомую эмблему. Вот точно такую же видела в кабинете у нашего ректора, в рамочке рядом с портретом миловидной белокурой леди. Понятия не имела, кто такая и зачем Керу её у себя на стене держал». «Такие каковы и всё могут», — с благоговением в голосе прошептала Мариса. «Куда уж нам, простакам? Разве много это времени займёт, сир? Эта палатка — всё, что у меня есть». «Моё время дорого. И даже несколько минут я предпочту потратить иначе», — фыркнул, брезгливо косясь на заражённые фрукты. «Дайте слово, что всё уничтожите, и мы разойдёмся. И скажите спасибо, что я не вызвал сюда макинспекцию». «Макинспекцию? Она ничего не нарушала». Вспыхнула я сердито. Сказала же, что не могла проверить. И потому продавала непроверенное. «Я полжизни у неё фрукты покупаю», — заверила мужика. «Всегда вкусно и спело, и без мрака». Мне решать, нарушала или не нарушала. Он поморщился неприязненно, едва я сделала шаг к нему. Отмахнулся, словно я жужжала над ним назойливой анжарской мухой, от которой один шум и никакого проку. «Но, сир!» Мариса вдруг упала на колени и схватила подул его плаща, просительно скривилась, вымаливая милость. Грудь запекло. Неприятно было смотреть на чужое унижение и быть бессильным, чем-то помочь. Но этот маг... О да, он мог. Размер его маг-резерва был явно соизмерим с размером эго. «Уничтожьте». Сухо бросил хитанец, сплотнее запахнул плащ и, развернувшись, стремительно пошел по дорожке к выходу из парка. Этого я так оставить не могла. Пнув гадкое яблочко, потемневшее вместе укуса, я решительно побежала следом. Сама не знала, с какой целью догоняю незнакомца. Вряд ли он ко мне прислушается и вернется помогать Марисе. Но хоть выплесну все, что думаю, о таких, как он. Я много их повидала, пока мы жили в столице. Да и после, на вечерах маминой памяти. И это все, да? Перепугали до смерти невиновную женщину, лишили ее дохода, бросили простачку, одну разбираться с мраком. Выкрикивала ему вслед, разъезжаясь ногами на влажной дорожке. Дохода ее лишила собственная глупость. Бросил через плечо. Я не обязан исправлять чужие ошибки. Но вы могли помочь. Потратить полчаса вашей никчемной, скучной жизни и помочь. Орала в его спину, кривясь от отвращения. В виске все сильнее колотилась привычная «бам-бам», но я пыталась игнорировать боль. Вот зачем я за ним бегу и только сильнее себя расстраиваю. Такие, как он, никогда не останавливаются, никогда не сочувствуют чужому горю. Равнодушные, эгоистичные, холодные, как глыбы таширского льда. Мог. Пожал плечом, даже не пытаясь изображать хорошего, но просто очень занятого человека. Так сильно спешите, что ли? Нет, не спешу. У меня рейс в пять по звездносводу. Буркнула спина. Хотя Макэв прям развил приличную скорость, уносясь подальше от назойливой мухи, той, что я. Я здесь проездом и по другому вопросу. Это чужие проблемы, которые меня не касаются. Но вы их сами коснулись. Могли вовсе не лезть и дать мне сгрызть вархово яблоко. Возмущенно пыхтела, едва поспевая за стремительно удаляющимся магом. Мог, снова признала спина, не считая нужным обернуться. Но одно дело потратить пару секунд и не дать доставучей девице отравить себе жизнь. И другое полчаса отдирать вязкую тьму от альтоцитронов. А, ясно. Скучная работа без огонька прибавила ходу. Мне знакома ваша порода. Ваша мне тоже знакома, мисс. С тяжёлым выдохом затормозил хитанец и я с разбегу вмазалась в его спину. Впитала кхаров аромат. Гадство. Ну всё, теперь полдня буду с собой таскать. Не путайтесь под ногами, пока случайно не раздавил. Не шучу. Знаю, что не шутите. И да, вы раздавите. Закивала ожесточённо, неистово. Вновь вспомнив стадо высокомерных гадов, ежегодно читавших речи на дне памяти. Я видела достаточно таких, как вы, пока жила в столице. Кучка равнодушных снобов. Они говорили о моей погибшей матери, выдающейся личности, светилой экспериментальной магии. После чего шли пить на стойку эшерских дварфов и обсуждать последние достижения учёных. А сами, когда нужно было закупить новое оборудование для лаборатории в Хитане, не дали ей ни Йоргена. Заморозили все заявки, проигнорировали все письма. А старое? Оно на то и старое, что никуда не годное. Вот и взорвалось. И какие же мы? С опасной ухмылкой уточнил хитанец, решил бутон с облезубой Вир, играющий с крошкой рассохой. Но не на то напал. Я шестой час мучилась магренью, и у меня была индивидуальная непереносимость таких вот выскочек из столицы. Едва ли в парке сейчас найдётся кто-то злее и раздражённее меня, раз в сто лет и мелкая безобидная рассоха может закусать Вира до полусмерти, если у неё был плохой день. Надменные эгоистичные снобы, мистер. Те, которым дело нет до чужой беды. Сильные маги, совершающие подвиги по расписанию, исключительно в удобные для них часы, с ажиотажем выплёвывало лестные характеристики одну за другой. Ни дорожащие ни своей, ни чужой жизнью Нина Йорген, скучающие от собственного несомненного величия, ждущие, когда мир наконец придумает для них достойное развлечение. Звучит отвратительно. Поморщился тип, и его скулы неприязненно дёрнулись. Вот именно. Закивала довольно. Наконец-то у нас с ним случилось взаимопонимание. Мужик, впрочем, ему не так уж и обрадовался. Может, мне тоже на колени перед вами упасть и подол вот этой штуки? Что это вообще? Мантия? Облобызать? Предложила насмешливо. Только если вам очень хочется. Маг колыхнул походным плащом, заляпанным какой-то болотной тиной, предлагая немедленно приступить к лобызанию. Внутри взметнулось столько желчи, что рой плотоядной саранчи отравить можно. Но я бы ей лучше этого кваха раскормила. Он посытнее будет. Хотя тоже наверняка горчит, несмотря на одуряющий аромат. Да что вы о себе возомнили? Царь и бог книжного отдела? Гроза торгашей испорченными продуктами? Сильнейшие всея и всего? Я уперла руки в бока и уставилась в желтые глаза. Ну и жуть. Такими только детей в сказках пугать. Полный мрак. Да знаете, кто вы на самом деле? Кто он? Да он провоцировал меня, а я велась как первокурсница. Невозможно остановиться. Прыщ на линяющей заднице винторогова Кхара. Вот кто. Хм. Прыщ, значит. Он приблизился и навис над моим пылающим лицом. Прыщ, да? Выдохнула упрямо и сдула черную прядку, упавшую на нос. Ох, Эйви, с самой тьмой играешь, как не оперившийся к вахарчонок, ей в варху. Сколько раз отец тебе говорил держать язык за зубами в присутствии сильных мира сего? И не где-нибудь, а именно на линяющей. Хм. Линяющий, линяющий, покивала равнодушному мерзавцу. Золотые глаза ярко вспыхнули, осыпав меня тысячей крошечных искр, и отчего-то весь мой запал поугас. Я не трусливая, нет, но рациональная, обычно. Не вижу смысла рисковать, почем зря. Но конкретно этот экземпляр сам напрашивался. Должен же хоть кто-то сбить спесь со столичного зазнайки. И на пальцах объяснить, что в нашем простом как гхарова копыта аквилуке так не принято. У нас небольшой уютный городок, окруженный пастбищами, садами и фермерскими угодьями, где все знакомые готовы помочь друг другу. А непривычно ему столичные залы, в которых принято изливать яд, льстить до изжоги и хвастаться юбками из тресольского шелка. Вы даже не догадываетесь, кого сейчас осыпали оскорблениями и чем он может на них ответить. Не слишком ли смело для разумного существа со здоровыми инстинктами самосохранения? Вкратчиво промурлыкал жуткий тип и сердце обреченно свалилось к пяткам. Или у вас их нет? Чутье горькими толчками пробивалось к горлу. Все, Эф, Ламберт, ты допрыгалась, добегалась и доболталась, а ведь и впрямь понятия не имеешь, насколько этот маг психованный и какую твою часть тела сожмет следующий. Я незаметно выдохнула и покусала губу, чем нечаянно привлекла к своему лицу лишнее внимание. Тяжелый взгляд снова упал на мой онемевший рот, в который раз хитанец смотрел на него так, что ноги подгибались и сердце в живот проваливалось. Это же просто рот, ничем не выдающийся. Им едят, пьют и временами говорят гадости всяким столичным снобам, заслужившим между прочим. Есть инстинкты, признала мысленно поглаживаю извленную гордость, нетрусливая, рациональная, нельзя подставлять отца, он все, что у меня осталось. Надо думать о хорошем. Впереди неделя каникул, в лавке дожидается трактат Мелезингера. Нет смысла рисковать из золощенного квахара, с которым мы больше никогда не увидимся, совсем никогда. И это радовало до колючих мурашек, а два столкновения подряд просто совпадение, нелепое и неприятное. Хорошо, девица из аквилука. Мужик почесал небритый подбородок. Тогда жду извинений за нелестное сравнение, и мы расходимся в разные стороны. Какое? Я поморгала, перебирая в больной голове все, что он мог посчитать нелестным. То самое. Золотой взгляд снова требовательно ковырнул по моим губам, и я поняла, что пора раскланиваться прямо срочно. Ах, это... Нет, сир, выдохнула, проклиная себя всеми нехорошими словами, какие знала. Это как раз было лестным. Развернулась и побежала прочь. Отчаянно надеясь, что мужик не станет меня догонять и пытаться еще за что-нибудь схватить. У него не так много неиспользованных вариантов осталось. И это прилично нервировало, так что ногами я перебирала шустро. Вы что, знакомы? Перепугал до полусмерти Вейн, бессовестно вынырнув из-за поворота. Он смешно морщил лоб, в медовых глазах тлели искорки ревности. Я пихнула парня в бок и уложила больную голову ему на плечо. Глупый. Эф, нахохливался приятель, а ну отвечай, о чем вы там столько времени трещали с самим пф, выдохнула через прикушенную губу и приподняла бровь. Он серьезно, да? Еще я обиделся. Понятия не имею, кто это Диккенс, а сама мнение столько, будто он лучший друг ее величества и может тут всех положить одним щелчком пальцев, и ему за это ничего не будет, ничегошеньки. Вообще-то, Ламбертон как раз проклятие, уикнула, наступив каблуком на шишку. Нога подогнулась и поехала в сторону, чуть не усадив меня пятой точкой в лужу. Сегодня точно не мой день. Всю оставшуюся дорогу до небольшого фонтанчика в центре парка я возмущенно фыркала и сопела. Заносчивый желтоглазый упырь не выходил из головы. Так свысока смотрел, что хотелось подпрыгнуть и больно щелкнуть его по гордому и чем он так меня зацепил. Наверное, это из-за магрени и дня памяти все так остро воспринималось. Понятно же, что хитанец просто развлекался, провоцировал, тыкал в больной и ждал, что будет, разбавлял аквилукскую скуку, которая со всеми столичными снобами в первый день приезда случается. Обычное дело. Девица из аквилука. Обидно, кстати. Мы с папой сознательно выбрали спокойную размеренную жизнь в Анжарской провинции, подальше от хитаны, пропахшей дразнящими запахами открытий и сильной магией. Знакомиться с заумными трудами ученых я могу и здесь. Многие книги в лавке госпожи Ферва и дублируют те, что хранятся на особых полках в столичной королевской библиотеке. И вот что все перед ним так расстилаются, смотреть противно. Заведенно шептала я, прячась в плаще Диккенса. Да чего неприятный тип. И слова цедят, будто говорит со мной ниже его расфуфыренного достоинства. Привык, наверное, в этом своем. Вот из-за тех, кто на колени падает, сильные магии думают, что им дозволено все. Вообще все, Вейн. Поглядела на парня, чтобы убедиться, что он меня внимательно слушает и не просто орехами хрустит. Иначе для кого я тут распинаюсь? Берут, что хотят, и не думают об оплате. Гадости говорят. Не волнуйся, что могут кого-то обидеть и сна лишить. Не заводись, а то могрень усилится. Разумно остерег друг. Но меня не проняло. Все внутри ходуном ходило от возмущения. Казалось, вся мировая несправедливость сконцентрировалась в ухоженном типе с золотыми глазами. Словно он нес ее в себе и заражал своим равнодушием других. «Может, я чего-то не понимаю?» продолжалось опять негодующе. «Ты просто не читаешь газет», хмыкнул Вейн. «Я читаю книги и научные статьи в журналах. Мне хватает». «А знать, какие нынче юбки носит ее величество, мне Диккенс совсем неинтересно», пробурчала с неприязнью. «Не к Вейну, акварковым юбкам». Отец вечно ворчит, что мне бы вместо того, чтобы ночами ковыряться в бытовых плетениях, чем-то женским увлечься. Шарф ему там связать, цветы в клумбу у дома высадить или картинки из журналов повырезать да на стенку наклеить. Забывает, что мне не двенадцать. В единорогов я давно не верю, а на новые юбки ее величество у меня стойкая аллергия. А вот если бы хоть изредка заглядывала в Лептоунский вестник, знала бы, что этому и впрямь все дозволено. Пошли, крикетка, подальше. Вейн ухватил меня за талию и увлек вперед по дорожке. Мне темных мастеров всегда не по себе. Ставлю стой Йоргенов на то, что у него аура чернее, чем адова бездна. Мы добрели до большого круглого фонтана. Веселые струйки в нем сегодня не били вверх. Медные краны тоскливо высовывались из стоячей воды. На зеркальной глади качалась желтая листва, намекая, что осень действительно пришла в Анжарскую провинцию и пора утепляться. Я отлепилась от горячего бока Диккенса и выпуталась из его плаща. Огляделась, вдохнула полной грудью. Я любила эту пору, когда клёны зубцы только начинают олеть, когда плакучие гавы прощально шуршат облетающей листвой, а вековые туры гулко гудят скрипучими стволами. В такое время и дышалось как-то легко, по-особенному. Но не сегодня. Воздух едва не застрял в горле. Процарапал себе дорожку до лёгких и взорвался в груди острой болью. «Что с тобой, Ламберт?» сплошился Вейн, таращаясь на меня во все глаза. «Они у него красивые, я раньше не замечала». «Не знаю мне. Плохо». Попыталась сформулировать шёпотом. Ощущения описанию не поддавались. Жилы по всему телу натянулись, взвыли, готовые лопнуть. И так необъяснимо страшно вдруг стало. Будто внутрь влезло что-то мрачное, несущее затхлый аромат безнадёжности. «Эйви! Эф!» Отмахнувшись от парня, я задрала рука в платье до локтя. Боль растекалась по телу именно отсюда, от моей чернильной кляксы. Да только какие уж там чернила. От запястья по всей руке ползали серые венки, стремительно наливаясь чёрным. И это было больно. Ой, как же больно! Я так сильно расширила глаза, что чуть сосуды не полопались. Вцепилась ногтями в руку сморщившегося Диккенса, простонала тихонько. Пыталась рассказать, как мне страшно, но горло сжималось, не давая издать нормальный звук. Парень выглядел перепуганным, и это вообще никак не успокаивало. Ему бы заверить меня, что всё будет хорошо, и прямо сейчас к нам примчится лекарь. Но Вейн в священном ужасе косился на мою шею. Похоже, дело было совсем плохо. Диккенс не из трусливых. Сейчас, вот так. Он перехватил меня за талию, помогая аккуратно завалиться на холодную траву. Ложись. Меня как-то незаметно обступила толпа. Откуда здесь столько народу? Ещё секунду назад все шли по своим делам, а теперь стянулись к фонтану, будто магическим магнитом. Бедная девочка. Нервно шептала какая-то тётка. Проклятие, может, причитала другая. Да какое проклятие? Сама тьма. Не говори чепуху, откуда в девице тьма. А вот её спроси. Всякие нынче девицы бывают. Помогите ей кто-нибудь, прикрикнул Вейн, придерживая меня за затылок. Дышалось трудно на ребра, словно откормленный кхар всем своим весом уселся и временами пританцовывал. Было настолько больно, что я разом забыла и про магрение, про хватание хитанца. Собравшись с духом, медленно перевернулась набок и подтянула руку к лицу. Ошарашено проследила путь настырной чёрной змейке, стремящейся к локтевому сгибу. И мира сиятельная, а ведь это и правда похоже, как тьма карает. Риса показывала мне жуткие картинки из своей энциклопедии до варховых времён. Вот точно такие же чёрные ручейки, только нарисованные. Но я же не делала ничего дурного. Да я самый безобидный теоретик на факультете. Ни одного разрушительного эксперимента за три года. За что меня наказывать? Лекарь не спешил, да и откуда ему взяться посреди Аквилукского парка. Толпа, судя по шёпоту, уже провожала меня в последний путь. То ли в тёмную бездну, то ли к варху на золотое облако. Прохожие так и не определились. Невинная жертва я или сама заслужила, раз тьма лично явилась по её чёрную душу. Хотелось расплакаться совершенно по-детски и с обидой заявить, что ничего такого я не заслужила. Меня вообще трактат Мелизингера в книжной лавке ждёт. Мне с него завтра ещё копии делать сканирующим артефактом. И момент День памяти. И бал варховых даров в Академии. С горьким стоном я безвольно уронила почерневшую руку обратно на траву. Упёрлась взглядом в скопище равнодушных ног. В сапогах, в туфлях, в ботинках с начищенными носами. Они переминались, притоптывали, но уходить не собирались. Ждали финала, словно им тут бесплатное шоу устроили. За чистоколом чужих ног продолжался парк. Мои глаза ощупывали размытый пейзаж, выискивая помощи и ответов. Почему? За что? Перелетали с рыжих кленовых листьев на припылённую дорогу, по которой лениво катились воежёры, не замечая беды. Взгляд потерял фокус, потом нашёл. Упёрся во фруктовую палатку и полыхающий перед ней контейнер. Мариса приняла угрозу противного мужика всерьёз и всё сожгла. Перед тем, как веки окончательно закрылись, взгляд перелетел через весь парк и на том концу уткнулся в страшные жёлтые глаза. Проклятье. Вархов хитанец, последний мужчина, которым мне хотелось бы любоваться перед смертью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова